Про соратников Савик Навального вот мы вспоминали, какая будет реакция. Вот то, что есть на сейчас, а именно Леонид Волков написал, если это правда, то не Навальный умер, а Путин убил Навального. И только так. Ну правильно, Путин убил Навального. Сейчас вопрос только, когда он его убил. Или он его убивал вот так постепенно, постепенно, постепенно и жестоко. И вот он, да, пришел день, когда он уже скончался, да, потому что его организм не выдержал, да, либо реально, как говорите вы, в конце концов, если он выглядел так хорошо, и мама его видела в его прекрасном настроении, то, ну, если они это сделали сегодня, да, или там вчера ночью, вечером, что что-то ему дали, да, то, ну, сейчас от этих вот, от этих вот, их можно от них ожидать, что угодно, понимаете? Вот нету уже никаких барьеров. Это ведь уже, то есть это уже не государство такое, знаете, диктатура, полицейское государство. Нет, это уже тотальная власть. Тотальная власть, да, то есть то, что мы называем там тоталитаризмом, но если мы там посмотрим на, скажем, ту же работу Арендт, да, там, истоки тоталитаризма, абсолютно все, все, все симптомы тоталитаризма в России, они просто на наших глазах, то есть мы их все это видим, да, и поэтому только они еще более жестокие, чем советские. Вот подумайте, то есть, да, там вот люди, которые представляли реальную угрозу для режима, хотя он там, ну, он опасался, Владимир Буковский, его обменяли, там, Кузнецов, его обменяли и отпустили, я уже не помню, Эдуард, который угонял самолет, Сахаров, его отправили в ссылку, да, то есть Солженицын, его отправили за рубеж, то есть они каким-то образом, да, ну, ладно, может быть, они не чувствовали такой угрозы, как вот сегодня Путин чувствует, да, может Путин чувствует реальную угрозу, может быть, это, понимаете, единственное, что я могу себе представить, вот я говорю, вот тогда уже это конспирология, да, то есть вот это уже, да, если у них есть данные, что могут быть всякого рода события после выборов, то есть, ну, я имею в виду там, ну, вот так называемые элиты, так называемые элиты. Протестный потенциал, да, сильный? Да, нет, я думаю, что это будет элита, когда там кто-то захватит власть, ну, к примеру, да, и если они это чувствуют и знают, то они понимают, что новая власть, которая пожелает с Западом как-то примириться и, ну, хотя бы сделать какие-то жесты, вот, так это, есть две вещи, которые можно сделать, это вывести войска из Украины или по меньшей мере прекратить огонь, вот, по меньшей мере, да, сказать, все, мы прекращаем огонь и боевые действия, да, в одностороннем порядке, а Украина решит, что как она будет отвечать, или освобождение Навального, да, вот есть две вещи, которые они могут сделать, ну, я имею в виду, если придет новая власть, да, которая даст четкий сигнал, что, да, ребята, это будет, ну, другая Россия, другая, новая, я не знаю, но другая, вот, и если вдруг, да, вот они это знают, то они вот взяли и устранили возможного, возможного лидера, лидера оппозиции, который вот тогда, если бы Навальный был на свободе, конечно, он мог собрать большое количество людей, особенно сейчас, да, если мы думаем, то есть если мы представляем себе, что эти очереди, чтобы отдать подпись за Надеждина, были такие огромные, да, то представьте себя, себе Навальный, который там на свободе и призывает к каким-то действиям, да, это реально очень-очень и очень опасно для Путина и его близкого окружения, поэтому если это так, ну, это конспирология, конечно, да, ну, ладно. Савик, вот когда мы говорим о реакции мира, что же теперь мир должен сделать, реакции западного мира, я имею в виду в первую очередь, после того, как убит Навальный с Путиным, с путинской Россией, но вот в 21-м году СМИ тут же вытащили реакцию Байдена, потому что в 21-м году, как передавала СНН, Байден угрожал катастрофическими последствиями России, если Навальный умрет в тюрьме. Вот давайте разберем, что такое катастрофические последствия, о которых говорит Байден, для России, в первую очередь, для Путина, да, нас интересует, и сейчас, что скажет Байден, что сделает Америка и что сделают другие большие западные страны. Это вопрос очень хороший, потому что на него нет четкого ответа, но можно себе представить, там можно поразмышлять. То есть у Джо Байдена сейчас, как мы знаем, в Конгрессе ситуация непростая. Конгресс там по приказу Трампа, то есть по меньшей мере вот эта группа мага, они тормозят все, что касается скажем, западной помощи Украине, вот, и американская в этом случае, да, но у него непросто, но сказать, что вот лидеры Америки, президенты, да, во время даже холодной войны, там тот же Рейган, да, или, ну вот, их волновала судьба индивидуальных людей в России, их волновала судьба того же Сахарова, там Золженицына, Буковского, там Гузнецова, там многих, 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 генерала Григоренко, кстати, украинца, да, и, и, и вот, то есть их это волновало, то есть, ну по меньшей мере их администрации они постоянно давили на Советский Союз и на руководство Советского Союза, чтобы они прекратили преследовать вот этих диссидентов и их отпустили. В конце концов, если, то есть пошли на обмен, пошли на обмен, а сейчас, вы понимаете, вот, это вообще, это такая дикая власть в России, да, значит, что может сделать Байден, каким образом, вот, сказать, для нас гибель одного человека, да, который является инакомыслящим или диссидентом или лидером оппозиции, как угодно, да, она неприемлема, а дальше санкции. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Ну, как мы видим, санкция – это очень абстрактная вещь, да, в 21 веке. Это такое дело, имея еще в виду, что Россия есть энергетический хаб, как-никак, да, то есть для многих стран Европы. Вот. И я вот я не могу себе представить, кроме вот резких очень слов. Вот Байден сказал в интервью, помните, да, когда его спросили, он убийца? Да. То есть Путин, да, он сказал, да, убийца. Ну, сейчас он может это сказать в официальном своем обращении к американцам. Нет, после этого началась широкомасштабная война с Украиной. Да, да. Он миллион раз видится. Да, но когда Хилари Клинтон сказала, что Путин и Крым это абсолютно гитлеровские шаги, они сделали все, чтобы она не выиграла выборы в 16-м году. то есть вот, и да, они вот такого, они очень опасаются, да, но это слова, да, а если, вот, если эта смерть, она послужит вот какой-то, вот, ну, есть вот, вот, чему-то доброму, да, то тогда может сдвинеться, сдвинеться вот эта вот совершенная вот совершенная закостенелость вот этих вот республиканцев в Конгрессе, и в конце концов они скажут, что это реально, это империя зла, и с этим надо кончать, потому что иначе, иначе нам придется реально да, воевать в Европе, вот, и вот это может быть результатом, вот, вот это может быть результатом, да, вот это вот в адрес Украины я думаю, что Запад вот еще усилит, вот это то есть эта смерть усилит понимание Запада о том, что с этим режимом нельзя разговаривать, против него можно только воевать, да, вот, и таким образом Украина это делает, и поэтому по меньшей мере, что вы можете сделать, ну, меньшей мере, это Украине помочь всем, чем возможно, это у вас очень правильные акценты ставят по поводу того, да, что все сейчас все, кто борется, реально борется с Россией сегодня, это Украина, и Украина это делает каждый день, каждую секунду, причем жизнями своих граждан, поэтому, конечно же, главное, что можно сделать сегодня, это то, чтобы убийство, да, смерть Навального, она заставила западные страны еще больше помогать Украине, потому что, ну, наконец-то, этого монстра нужно побороть. Саяк, вот интересно, в нашем чате, я смотрю то, что, друзья, вы не думаете, что мы не реагируем, мы смотрим, вот то, что пишут наши зрители по поводу того, что, а ведь родным-то должны тело отдать Навального, а если родным тело Навального отдадут, это значит, что родные могут пригласить западных экспертов, ну, то есть попытаться провести более-менее независимую экспертизу. Да, я понимаю, что если речь идет о ядах, то, опять же, насколько я понимаю, многие яды просто растворяются в организме через какое-то время, там, главное, потянуть это время, что, в принципе, несложно для российского режима, и тогда следов можно не найти, хотя, опять же, учитывая там, что есть еще те, 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 и возможности современных лабораторий, то все-таки можно узнать, то есть я о том, что, это вот, возвращаясь к вопросу, если его, ну, его убили, как его убили, да, то, если, условно говоря, это было что-то грубое, просто, вот, не знаю, зарезали, застрелили, то это видно будет, это нельзя скрыть, ведь тело же... Нет, конечно, нет. А если убили, то это получается, что только с помощью яда, чтобы замести следы, или, ну, то есть вот, Сай, как вы думаете? Ну, смотрите, сейчас есть разные препараты, есть препараты, которые провоцируют, там, сердечный приступ, есть препараты, которые, которые провоцируют инсульт. жить эти препараты в крови достаточно сложно, потому что они уже такие, да, очень-очень современные, и они реально, да, они просто переваривают очень быстро, да, и в крови нету никаких, никаких остаточных элементов. Значит, такое отравление может быть, да, может быть, я не думаю, что они, то есть радиоактивное, ну, понимаете, он бы, он бы не умер сразу, если они его убивали, если они его убивали сегодня, то им надо, чтобы он умер сегодня, да, они же не хотят, чтобы это еще продолжалось, чтобы он, в общем-то, там, какое-то лечение, а вдруг ему правильный укол сделают еще, не дай бог, да, они так мыслят, да, то есть эти вот изверги, да, то, ну, понимаете, ну, может быть и так, да, то тогда, как они его, я не знаю, я не думаю, что ножом или, 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 или там выстрелом, там, пуля в лоб, или что-то в этом роде, я не думаю, что так, так, так это будет слишком, слишком очевидно, что касается семьи, то, конечно, семья, ну, у него семья достаточно боевая, как мы видели, да, то есть, и я думаю, что они должны требовать, чтобы получили тело, но перед тем, как им это тело отдадут, я уверен, что все анализы будут сделаны ими, и все следы, все следы, я думаю, они будут пытаться просто вот, ну, убрать, просто, замести, да, и, то есть, они отдадут тело, которое уже будет, как бы, вычищено, если они это сделали, я повторяю, вот, но все равно хорошая западная медэкспертиза что-то найти может, потому что, потому что там, на западе, конечно же, технологии, они гораздо более развитые, гораздо более тонкие, гораздо более точные, вот, поэтому, поэтому, конечно, если бы можно было западным судмедэксперти, экспертом провести исследование тела Навального, то, конечно, это было бы, это было бы очень хорошо, даже имея в виду, что, 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 что режим, конечно, его, проверяет его очень, его тело очень тщательно, я думаю, но сейчас, семья будет, ну, конечно же, будет, ну, конечно же. И то, что еще в чате пишут, не могу не прочитать, хотя, конечно, у меня мурашки по коже от такого, но вот, действительно, уже несколько сообщений, я вижу, от разных зрителей, было о том, что, ну, теперь Саакашвили в тюрьме, не дай бог, может быть следующим. Ну, Грузия немножко в, несмотря на свою там, про московскую, вот, позицию, грузинская власть, она немножко, как бы, ну, не немножко, а существенно, более ограничена в своих действиях, да, потому что, с одной стороны, у них есть какая-то, какое-то желание европейской интеграции, да, у них есть желание все же каким-то образом быть страной, которая открыта к миру, да, поэтому, поэтому я думаю, что вот этот сигнал они получили Саакашвили, потому что, в конце концов, мы видели его недавно, ну, я не скажу, что он выглядел хорошо, но он выглядел гораздо лучше, чем, скажем, это было год назад, тогда вообще, да, вот, я думаю, что в какой-то момент им послали сигнал остановиться, да, и вот, в конце концов, вот, ну, какие-то вещи они должны слышать, потому что, ну, это другая страна, несмотря на все, да, а в России же нет тормозов, там же их ни, ни, ни никого, или там ни мне, ни оппозиция, вообще других, их совершенно не волнует, да, и что им сказать, да, мы отвернемся от вас окончательно, но от Путина, да, но от Путина уже отвернулись окончательно, потому что после того, как появился ордер на арест в Гакском суде, все, то есть, ну, это уже, значит, он не рукопожатный, да, он просто не рукопожатный на Западе, притом, понимаете, там, депортация детей, это вообще, то есть, вот такая, да, поэтому они совсем в другом положении, им вообще не надо обращать внимание на мнение Запада Америки там или кого-либо, то есть, их партнеры, хотя, знаете, там сложно сказать, что это партнеры, да, но, по крайней мере, их сегодня, как бы, их союзники, скажем, да, ну, по меньшей мере, партнеры, да, это Китай, Иран и Северная Корея, конечно, они ничего не скажут против, естественно, то есть, что может Китай сказать, а что они делают, с инакомыслящими, то есть, Иран у нас на глазах, все это произошло в Иране, да, вот это расправа и расстрелы, да, протестующих, поэтому, я думаю, что никто им из этих ничего не скажет, да, вообще, и никаких каменных комментариев от них не будет, они, это единственное, что китайцы могут сказать, это внутреннее дело, мы не в это не вмешиваемся, как обычно, вот, а что касается Запада, то, ну, понимаете, сегодня Россия такая, да, сегодня она такая, и это еще, понимаете, я вот, у меня, вот, есть у людей оптимистические прогнозы, что вот после выборов начнутся чистки администрации, и тогда, и потом там одна элитная группа пойдет на другую, и, в общем, все это превратится в вооруженный конфликт, и так далее, и так далее, и может быть, Путина, в конце концов, с его, с его группой, в конце концов, в общем, заставят уйти, или, 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 или уничтожат физически, я не очень верю в эту, в эту версию, я верю в то, что этот режим еще жизнеспособен, да, тем более, что он закручивает гайки так, что реально становится больно, потому что, когда они, когда Путин уже подписывает закон о том, что всех критиков армии, там, или инагентов, или нежелательных лиц, у них можно отбирать собственность, изымать средства из их банковских счетов, там, ну, их банковских сбережений, но это уже, понимаете, мы уже дошли до, до уровня, ну, такого, ну, в общем, в общем, это примерно то, что, ну, Гитлер делал в Германии, да, то есть, они ничем уже не отличаются, вообще, вот это вот тотальная власть, абсолютно тотальная власть. Конечно, нет, слушайте, и Путин в своем интервью у Карлсона еще раз подтвердил, что Гитлер у него национальный герой, по сути, да, и он же его оправдывал там, как и Сталин, о котором он все время говорит.